Здравствуйте, с вами Николай Пимненко. Это программа «Открытый диалог». Как всегда, мы следим за всеми событиями, которые происходят в городском округе Люберцын, ну и, конечно же, далеко за его пределами. А так получилось, что всех сегодня волнует главный вопрос, что происходит с той ситуацией, которая сложилась вокруг новой коронавирусной инфекции. И, естественно, на первых ролях сейчас у нас задействованы самые основные наши люди – это врачи, за что им огромное спасибо. Но сегодня мы будем говорить еще о представителях тех людей, которые тоже помогают. Это наши волонтеры. О том, как действуют волонтеры сегодня в этой сложной ситуации, мы пригласили рассказать председателя молодежного парламента при Совете депутатов городского округа Люберцы, руководителя волонтерского штаба городского округа Люберцы Георгия Николаева. Георгий, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, смотрите, мы подходим, в общем-то, к такому рубежу, непонятному, вроде уже лето, да, практически, дыхание такое. И очень надеемся на то, что вот тут тот случай, когда если лето будет жарким, то вроде бы это будет нам на руку играть, потому что это ударит немного по коронавирусной инфекции, как у нас некоторые специалисты убеждают в этом. Но, тем не менее, мы понимаем, что без волонтеров деваться некуда. Давайте разделим на две части нашу историю, может быть, даже на три. Первое. Как вообще волонтеры вступили в борьбу с коронавирусной инфекцией? Когда это произошло и как это было, как работал штаб, как работали вы? Ну, изначально где-то, если мне память не изменяет, это было 18 марта, потому что был введен... Через два дня практически, да. Да. Через два дня был введен режим повышенной готовности и сразу анонсировали все средства массовой информации, то, что существует для нашей группы риска 65+. Существует такая услуга, такой вид помощи, как волонтер, который может прийти и помочь с какими-то бытовыми вопросами, покупкой продуктов, лекарств и так далее. И мы, в принципе, начали работу сразу. Вот мне почему-то запомнилась дата именно 18 марта, и мы сразу начали на свою деятельность. Изначально, в принципе, вот я вот, если не соврать, до числа 25-го, может, 26-го, 27-го, заявок много не было. Заявок от тех, кто дома. Да, от тех, кто дома. Да, заявок от тех, кто дома, от наших пенсионеров, их было немного. То есть, в принципе, много людей было, не было. Ну, не нужно. Мы справлялись как-то своими силами общественных организаций, там, молодежного парламента, молодой гвардии. А вот к тому времени, к 18-му числу уже было много волонтеров? То есть, это какой-то штаб, как-то вы их проводите, проводили какие-то совещания, встречи? Понимаете, у нас все наши волонтерские движения, так или иначе, в Люберцах, базируются на базе общественных организаций. То есть, у наших активных граждан, молодежи, у нас их достаточно много в обычное время. То есть, нам их мобилизовать, в принципе, не стоило особого труда. То есть, они под это и заточены? Да, они под это и заточены, да. То есть, у нас не было с этим вообще никаких проблем. То есть, это написать в пару чатов, позвонить пару ребятам, собрать, не было никаких трудностей. Трудности начались в начале апреля. Когда у нас где-то, наверное, в первых числах апреля у нас был рекорд 100 заявок в день. То есть, волонтеров уже не хватало? Волонтеров, да, волонтеров уже, то есть, мы, скрепя зубами, но... Закрывали, да, закрывали. Но я всем объяснял до этого, что, в принципе, один заявитель где-то час. Один час. То есть, это нужно получить от него заказ, сходить, перепроверить, переуточнить еще раз и доставить. То есть, это достаточно долго. А учитывая еще такой вот один феномен, как то, что у нас наши бабушки, дедушки, они в определенных магазинах покупают определенные вещи. Ну да, потому что им кажется, что там лучше. Да, потому что там лучше, там качественнее, там цена определенная. Или привыкла так, да. Или привыкли, да. Потому что, ну, это дело привычка все-таки. Поэтому приходится чуть-чуть побегать нашим волонтерам. Кстати, какой возраст волонтеров? В среднем, в среднем лет, наверное, 24-25, если. Ну, да, то есть, ну, я сейчас и дальше к этому перейду. Да, хорошо, хорошо. Ну, вот. И, в принципе, до конца марта мы работали в таком режиме. У нас где-то было, наверное, по 10-15 заявок в день. А потом, потом резко после, наверное, обращения президента, это число увеличилось. Было 40, 50, 60, 70, 100, чуть меньше. Ну, вот так вот варьировалось. Так плюс-минус был весь апрель. Вот, но здесь я хочу огромное спасибо сказать всем людям, которые нас информационно поддержали. Потому что у нас глава городского округа Люберца, депутаты, депутаты Московской областной думы, наши депутаты. Они все массово выложили в социальные сети информацию о том, что можно вступить в волонтеры. И к нам присоединилось, ну, вот, на мое удивление, огромное количество волонтеров из числа жителей. То есть, не из общественных организаций наших Люберецких, а именно жителей. То есть, это те, которые раньше не подавали таких активных признаков жизни, тут они поняли, что ситуация особая, решили к вам обратиться. Да, и это нам облегчило жизнь очень сильно. Очень простая причина почему. Потому что эти люди живут конкретно где-то, эти люди живут, ну, они также на самоизоляции. И, соответственно, если человек живет там, ну, грубо говоря, на улице Побратимов, и мы ему скидываем все заявки с улицы Побратимов, то это решает наш вопрос очень сильно. Вот. Это первый такой шаг, который мы пошли, который решил нашу проблему колоссально. Второй, это у нас администрация городского округа Люберцы. Борис Борисович Новиков, ну, начальник управления по работе с молодежью, он нас обеспечивает транспортом. То есть, если все волонтеры в Подмосковье, есть паспорт волонтера определенный, и у них проезд на общественном транспорте... Бесплатный, да? Да, был бесплатный. Вот. У нас, в принципе, такой необходимости остро не было. У нас там общественная организация, там, Борис Борисович, этот вопрос, он занялся им очень серьезно. И у нас были экипажи сформированные из двух волонтеров, одного водителя, который ездили. То есть, такая скорая волонтерская помощь. Да, скорая волонтерская помощь. То есть, это очень-очень нам здорово помогло, потому что, если изначально у нас час на заявку уходил, где-то стало полчаса. То есть, это то, чтобы приехать на машине намного быстрее, в какой-то конец Люберец, ну и так далее. Вот. Мы, причем, ну, вот в таком вот режиме мы, наверное, весь апрель работали. Вот до майских праздников. Так, вот приходят майские праздники, особая наша такая пора, хочешь, не хочешь, а где-то внутри что-то командует, давай, нужно отмечать майские праздники. Вот что здесь происходило? Как-то работа поменялась? Она, в принципе, работа, она нисколько не поменялась, просто заявитель людей стал меньше. Ну, может, я не знаю, с чем это связать, может, людям просто поспокойнее стало на улицу выходить, может, какие-то понятные стали обстоятельства, которые в мире происходят, то, что надо маску, перчатки. Ну, то есть люди стали немножко привыкать уже к реалям, как сейчас говорят. Да, ну, у нас очень много информационных было передач, ну, по телевидению, по радио, в газетах, где было сказано, как обезопасить себя. Вот. Так что, я думаю, люди стали поспокойнее выходить, но все равно осталась определенная категория людей, которым такая помощь нужна. То есть от этого никуда совершенно... Вот как сегодня происходит день в штабе волонтеров? Как вы работаете? Я так понимаю, без выходных? Без выходных, да. Мы 9 мая ездили и к ветеранам нашим, и на майских всех праздниках. То есть, потому что, ну, получится ком определенный, если мы один день не работаем. Ну, понятно, да. Мы стараемся все наши, ну, помочь всем людям, которые к нам обратились в течение суток. Понятно. Со скольки начинается? С 12 часов дня. С 12 часов дня. С 12 часов дня ребята садятся в машины и едут. И едут они где-то уже, ну, до вечера. А они должны куда-то прийти или они... Ну, мы их собираем здесь или около администрации, или, ну, там, по-разному. То есть, ну, то есть, здесь ключевым является тот факт, то, что у нас экипажи отправляются в зависимости от того, какое количество заявок. Заявки поступают в соцзащиту, то есть, люди звонят, там очень много номеров, телефонов. Сейчас они среднестатистические заявки или бывают меньше, бывают больше? Трудно сказать. По сравнению с пик, пик уже пройден, да? Пик пройден, да. То есть, там, середина апреля, там, уже все, вот, уже намного меньше работы. Но он все равно остается, вот, и люди все равно в соцзащиту звонят. Это уже люди, там, некоторые идут уже по четвертому кругу, то есть, уже четвертый раз к нам за помощью обращаются. А как вообще механизм происходит? То есть, откуда узнают бабушки и дедушки или узнавали, что можно к вам обратиться? Потому что здесь же есть несколько подходов. Первое, ну, знаете, информации так много, что можно что-нибудь напутать. Раз. Второе, есть, особенно у людей довольно пожилого, весьма пожилого возраста, да, боязнь, что что-то не так, что какие-то мошенники и так далее. И мы такие, к сожалению, примеры знаем. Вот я имею в виду, по стране такие случаи были. И третье, сам этот механизм, почему? Потому что человеческий фактор тоже никто не отменял. Вот как это все происходит? Какова схема? Ну, изначально, изначально, есть у нас же горячая линия. Так. Мы вместе по истории с коронавирусом, и люди туда звонили. Ну, вот, а это вот, я говорю, наверное, про конец марта. Ну, когда уже заработало все, да. Да, когда все заработало. А потом у нас есть телефон горячей линии на 600 защиты. Вот, есть, у них очень много номеров телефонов, поэтому... Ну, то есть, найти можно и в интернете, и с помощью телевидения, и с помощью радио, да. То есть, где угодно. Здесь вопрос в том, что надо дозвониться, просто сказать какие-то свои данные, то, что нужна помощь. Ну, вот, и, соответственно, это первый момент. А второй момент, мы присваиваем каждой заявке номер. Так. Заявитель об этом номере знает. И, соответственно, когда ему звонят волонтеры, он называет там... Пароль. Пароль, да. Пароль, понятно. Вот, это нам очень сильно облегчило жизнь. У нас ни разу не было такого момента, то, что мошеннического. То есть, никто не... Ну, я просто приведу вам пример, что в одном из регионов Российской Федерации, то есть, какая-то была помощь, и вместо того, чтобы эту помощь доставить нуждающимся людям, бесплатно, естественно, да, одна так называемая лжеволонтерка продавала ее за деньги. У нас такого, да, у нас такое невозможно. Вы отслеживаете все. Отслеживаете все, естественно, да. У нас такое не было ни разу, и, слава богу, я очень рада. Каков механизм работает? То есть, поступает заказ, хочу гречку, хочу кефир и так далее. Как это работает? Значит, мы сразу, мы сразу как сделали? Мы, чтобы убрать вот этот мошеннический фактор, сначала волонтеры покупают за свой счет, приносят чек, а потом жители отдают. Ага. Все очень просто. А, житель отдают. А как же контактность? Ну, они созваниваются, естественно. То есть, есть номер телефона. Вот, есть номера телефона нет, но это край редко, потому что человек как-то на горячей линии позвонил. Ага. Вот, но мы приходим, список записываем, покупаем, но чтобы убрать то, чтобы то, что, ну, люди нервничают. Сейчас очень, мы это сразу отчетливо поняли еще в конце марта, то, что люди нервничают просто элементарно. И чтобы лишний раз не обостряться как-то, мы за свой счет покупаем, приносим чек, люди возвращают. Все, вопросов никакие. То есть, они возвращают нам с помощью телефона через банковские приложения? Да, бывают через банковские приложения, бывают, то есть, ну, мы вообще исходим, то есть, я понимаю, к чему вопрос. Наличные деньги. Да, наличные деньги, они все равно присутствуют. То есть, от этого... Ну, есть перчатки. Да, есть перчатки, есть антисептик, то есть, здесь никаких вопросов в этом плане нет. Потому что лучше, ну, наша бабушка или дедушка контактировать с одним волонтером, чем выйдут в магазин и контактуются 100 человек, там, 50 человек, неважно. К тому же, у нас волонтеры снабжены, там, перчатками, масками, антисептиком. Ну, а, кстати, вы снабжены за счет чего? У нас администрация нам помогает. Администрация, да? То есть, если появляются новые волонтеры, они получают некий комплект, как врачи. Да, как получают некий комплект, да. У нас есть и экраны защитные, и перчатки, всего достаточно в избытке. У нас изначально было, у нас изначально, как и у всех, была проблема, то, что не хватало количества масок, нам помогла... Некоторые даже не знали, как им еще правильно пользоваться, и какие бывают маски, да. Да, какие бывают и так далее. Это, ну, конец марта, вся страна про это знает. Нам тогда Лидия Николаевна Антонова помогла, у нас депутат Государственной Думы. Мы очень благодарны, потому что это конец марта, нигде ничего не было. Уже ничего не было, да. Уже ничего не было, все скупили, и вот... Вот она нам помогла масками, перчатками, мы очень благодарны в этом плане. Нам хватило надолго, то есть... Вот, а потом у нас многоразовые маски появились. Ну, то есть это... Кто-то нам респираторы дал, кто-то нам защитные экраны дал, кто-то нам огромное количество антисептик дал. То есть помогают все реально, потому что... Ну, замечательно. По крайней мере, вот в этом направлении сейчас напряжение смогли снять. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, после чего продолжим. Я хотел узнать, что входит в набор, какой список, что можно заказать. Входят ли, например, туда ликероводочные изделия. Сейчас мы об этом узнаем. Вы смотрите программу «Открытый диалог» и скоро вернемся. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас Гася Георгий Николаев, председатель молодежного парламента при Совете депутатов городского округа Люберцы. Ну, а сейчас он руководитель волонтерского штаба городского округа Люберцы. Как вот у нас принято говорить, да, если сравнивать вот эту вот коронавирусную историю с какими-то такими военными действиями, то вы сейчас находитесь вот на режиме руководителями волонтерского движения. Так вот, что может заказать человек? Сколько позиций? Что входит в эти позиции? Я имею в виду для того, чтобы волонтер доставил это домой. Какие-то конкретные магазины, стоимость, потому что хлеб можно один и тот же купить в магазинах с низкими ценами, а можно купить с высокими ценами. И есть ли какие-то особые заказы, если у человека день рождения, но тортик еще полбеды, а может быть кто-то еще и ликероводочные изделия захочет? Ну, начну чуть-чуть для справки. Мы доставляем вообще абсолютно все. Да. То есть, ну, кроме ликероводочных изделий, кроме что-то запрещенного. Вот, потому что в жизни у людей разные ситуации возникают. Приведу один такой небольшой пример. В Токарево женщине понадобилось 150 килограмм брикетов топливных, чтобы топиться. Ну, вот. Нашли? Нашли. Нашли, привезли. Человек был в шоке. Потому что 150 килограмм, но мы на машинах ездим. То есть, там, мы, ребят, сообразительные, просто, ну, помогли. Потому что, ну, разные жизненные ситуации. Да, да, да. В основном, вообще, вот наши, все наши заявки делятся на такую категорию. 50% это где-то продукты. Это вот обычно в магазин сходить. Там бытовая химия, продукты, там первые необходимости и так далее. То есть, количество, там, у нас, там, 10 килограмм гречки иногда заказывали, там, 10 килограмм риса, там, сахара. В принципе, не имеет значения. Главное, заранее сказать, что нужно нам подгадать, какое количество волонтеров нужно, чтобы это все донести. Но люди же по-разному, да, реагируют. Они думают, вдруг сегодня принесут, а завтра отменят, и уже не принесут. И куда? Люди по-разному, да, здесь вы совершенно правы. Люди по-разному, поэтому кто-то уверен, что к ним придут, как только они заявку оставят, там, в течение суток. Поэтому на неделю заказывают, потом еще раз, там, оставляют заявку и так далее. Вот, 50% это где-то продукты. Вот. А 50% других процентов? 40% это лекарства. 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 Причем лекарства я делю на два вида сразу. Так. Из них то, что просто прийти в аптеку купить. А есть еще рецептурные. А есть еще рецептурные. То есть они должны взять рецепт? Они должны взять рецепт у заявителя. Так. Или рецепт в поликлинике. Так. Вот. И пойти по рецепту, взять лекарства в одну из аптек, в которой это есть. Значит, у нас это было... То есть это немножко усложняет. Это очень сложная история. Потому что изначально поликлиники нам не выдавали рецепты. Вот. Ну да, кто ты такой? Волонтер. Ну мы сделали бейджики. Мы пошли по такой схеме. То, что волонтер... Вообще у нас все индивидуально. Все взаимоотношения волонтера. Мы это фактически никак, кроме общих каких-то принципов нашей деятельности, не регламентируем. То есть у нас волонтер договаривается с заявителем, человеку, которому нужна помощь, как им удобно. То есть они выстраивают работу, как им удобно. Вот. Заявитель звонит в поликлинику и говорит, что придет волонтер, такой-то, заберет за меня рецепт. А потом он звонит в аптеку, в аптеку, в которой есть это лекарство, и говорит то же самое. И все трудности сразу исчезают. Вот. Здесь я хочу сказать огромное количество... Ну, огромное спасибо поликлиникам нашим, потому что у них... Я понимаю, насколько у них большая сейчас серьезная работа, но они пошли к нам навстречу. И чтобы мы в очередях не сидели к терапевтам за вот этими рецептами, они все рецепты такие спускают на регистратуру и выдают сразу. Мы изначально приняли решение, что мы больше троих не собираемся. И все. То есть у нас есть штаб, он здесь вот на Кирова-22, в администрации. Мы больше троих не собираемся. Мы даже перевыполняем с вами план. Больше двоих не собираемся. Да, больше двоих не собираемся. Вот. У нас находило, когда там 4 человека там, ну, то есть по очереди. Мы дезинфицируем помещение просто элементарно на штаб. Вот. Я слышал то, что некоторые там волонтерские штабы где-то, я не буду говорить где, но собирают всех каждый день. Естественно, ну, вы понимаете, чем больше народ собирается, тем больше риск. Вот. Мы приняли решение такое изначально. И мы ему просто... Хоть хоть и неудобно, да? Это очень неудобно. Надо несколько раз одно и то же говорить. Это очень неудобно, потому что каждому человеку, то есть это надо сидеть в штабе, у нас дежурный в штабе есть, он сидит, и в течение дня люди подходят там, если надо, за перчатками, за антисептиком, за масками. Был бы, конечно, удобно сказать то, что, в том числе для волонтеров-жителей, очень удобно, то, что их там достаточное количество, сказать то, что вот с 10 до 12 сегодня приходите, забирайте. Но так получается то, что могут прийти 10 человек, могут 15. Все-таки мы в первую очередь о себе тоже думаем, но мы думаем так же, мы идем к бабушке. То есть сначала надо безопасить себя для того, чтобы спокойно уже работать с другими людьми. Но, тем не менее, бывали ли какие-то случаи, ведь, смотрите, волонтеры, они тоже разные люди. Где-то забыл перчатки, где-то что-то там долго не открывалась дверь. Ну, инстинктивный человек, да, начинает, чтобы ему легче было. Где-то бабушка вышла, вернее, бабушки, дедушки, как правило, наверное, многие выходят без масок. То есть там тоже, наверное, какая-то должна быть дистанция. Как-то показывали, как вешают эти вот все продукты на расстоянии. Бывали случаи, что, как, или вы уже нашли какую-то схему, которая минимизирует такие возможности? Ну, понимаете, когда мы, то есть у нас в основном молодежь же работает. Мы привыкли вообще на дистанционном формате. Если там у нас заявители не знают, где что найти, то есть где как минимализировать, мы все прекрасно знаем. У нас, конечно, в основном наши пенсионеры не пользуются там таким приложением, как Сбербанк онлайн или еще чем-то, но все равно есть, то есть варианты. Если он там в конверте передаст, а мы лишний раз антисептиком или в перчатках это будем трогать, то, в принципе, если у нас пенсионеры соблюдают режим самоизоляции, то от них никакой угрозы не возникает. Угроза от нас, поэтому мы в первую очередь об этом думаем. Поэтому расстояние там полтора-два метра, перчатки, маски обязательно. Маски у нас достаточно хорошие, поэтому... Ну да, потому что, кстати, тоже мы сталкивались, что маски сейчас есть разные. Есть, с третьей только две рвутся, а третий надевается, да, так далее. Перчатки мы купили изначально, то есть есть же перчатки такие тоненькие, у нас достаточно толстые перчатки. Но чувствительные. Можно, да. На телефоне работает. Да, на телефоне работает, да. Сенсор сенсором посложнее, но все равно можно, то есть если... Вот. Они не рвутся, то есть и в обязательном порядке, то есть мы... Просто у нас есть некоторые принципы, вот один из них. то, что мы обязательно перед тем, как прийти к заявителю, антисептиком руки обрабатываем. Потому что никак по-другому у нас там. Мы знаем, что сегодня, особенно в те времена, когда был такой жесткий этап, все находились дома или старались, по крайней мере, прислушаться к этому по желанию. И по городу я видел только, значит, катались возможные службы доставки еды. Ну, платные, скажем так. Мы прекрасно понимаем, что у них, конечно, сегодня рай. Потому что они зарабатывают на этом деньги. Были ли у вас какие-то контакты с подобными компаниями, которые, в общем-то, занимаются этим, ну, скажем так, профессионально? Первое. И вообще, какие-то контакты с другими компаниями кто-то вам помог в плане, как раньше говорили, спонсорства. В данном случае, даже не знаю, как это назвать. То есть, оказать волонтерскую помощь, но профессионально, с точки зрения тех же продуктов, может быть, бензина для машины, еще что-то. Или вы все как-то сами разруливаете? Ну, помимо государственных органов. Да, значит, в основном это государственные органы. Значит, у нас ребят наших заправляют машины на определенное количество ежедневно на заезд трассы вот здесь, далеко, на улице Московская. Вот. Им за это огромное, огромное спасибо. Вот. Потому что там лишние 10 литров бензина, это достаточно много. Вот. А на удивление, я сейчас скажу, Макдональдс нам очень сильно помог. Значит, ежедневно, то есть, у нас есть купоны у Макдональдс, которые даже до сих пор, если я ошибаюсь, действуют. Но они вот март-апрель и до середины мая точно действовали. Сейчас не знаю, как честно. Ну, вот. То есть, человек может прийти получить кофе и чизбургер, гамбургер. То есть, волонтер. Волонтер, да. Он называет код, через приложение заходит и получает, то есть, бесплатно. То есть, есть в перерасчете на рублей, это где-то 100 рублей, потому что кофе стоит примерно количество, да. И чизбургер, даже, наверное, больше. Ну, тем более, молодежная аудитория. Это очень хорошо. Да, у нас, да. Так как у нас молодежи достаточно много, вот, очень хорошо. То есть, единственное там условие, то, что один раз в день, но это понятно. Почему они обезопасиваются тоже. Вот. Но такая помощь тоже была. Вот. Значит, со службами доставки мы в основном с ними никак не контактировали. Потому что мы две разные аудитории. Понятно то, что там люди молодого поколения могут доставку на дом заказать через приложение. Там их достаточно много, там, из Перекрестка, там, если не ошибаюсь, даже вроде пятерочка запустила или еще что-то. Естественно, люди старшего поколения. Но я видел в магазине один момент, когда стояло три или четыре. И больше никого. Единственное, да. Единственное, с чем мы сталкивались, вот я честно признаюсь, в Томилино я видел, висят объявления на дверях. Значит, у людей то, что ту деятельность, которую мы осуществляем, доставка продуктов рядом, там люди предлагали это за деньги. Вот. А, то есть, просто частным способом. Частным, да. Даже так. Даже так, да. То есть, там брали символическую плату, если я ошибаюсь, 50 рублей, я даже это сфотографировал. Но все равно, то есть, мы никак, мы на это отреагировали очень просто. Вот. Мы просто тем людям, которым приходили по этим отреагировали, говорили, ну, вы своим знакомым скажите, то, что вот есть мы, мы это сделаем совершенно бесплатно. И как ему удобно. Парадокс. Да, то есть, причем, ну, то есть, мы вот приехали, например, ну, что вы понимали, мы приехали на одну улицу. И вот через два дня мы видим оттуда очень много заявок. Очень много. Ну, потому что сарафанное радио у нас работает. Ну, да, да, да. Это к первому вопросу, который было о распространении информации, то, что сарафанное радио работает прекрасно. Ну, конечно, если работает, то замечательно. Я это по первому панковскому проезду очень хорошо помню, конец марта. У нас остается совсем мало времени и два коротких вопроса. Вопрос номер один. Как считаете, вот в будущем мы все-таки выйдем из этой ситуации, я в это верю. Волонтерское движение приобрелось сейчас, мне кажется, шикарный опыт для того, чтобы еще более структурировать свою работу. И на будущее, да, если... Ну, мне почему-то кажется, что тут не будет ничего такого сверхъестественного. Но, тем не менее, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вы по-новому теперь работаете? Да, здесь совершенно верно. Значит, я уверен почти на сто процентов, что когда пандемия закончится, мы никуда не денемся. Потому что, понятно, если... Вы заявили о себе уже, уже боялись голос, да. Да, поэтому люди будут звонить, просить о помощи, потому что есть маломобильные граждане. Вот, у нас база создана, то есть мы будем только это усовершенствовать. То есть, вообще, да, очень колоссальную работу проделали наперед. То есть в будущем мы эту структуру все будем использовать. Вы совершили скачок. Да. В каком-то смысле, да. Какая помощь нужна сегодня волонтерскому штабу городского округа Люберцы? Ну, в принципе, у нас вообще все есть. Нам, в принципе, никакой помощи не нужно. Даже те волонтеры, которые сейчас хотят вступить к нам, мы их добавляем в резерв, потому что их уже... Много. Их много, то есть, да. Но обкатывать надо. Да, но все равно, да. То есть мы собираем базу. То есть самое ценное, что мы сейчас вот именно в волонтерском движении делаем, мы собираем огромную базу жителей городского округа Люберцы, которые хотят в этом участвовать. Да, то есть... Ну вот, прекрасно. Мне кажется, что у нас оптимистический финал получился. Спасибо огромное. У нас сегодня в студии Георгий Николаев, председатель молодежного парламента, представитель депутатов городского округа Люберцы, руководитель волонтерского штаба. Мы поговорили об этом механизме, о схеме, как это работает. И радует, что уже появились не просто волонтеры, а волонтеры, которые... Как вы сказали, в запасе, да, можно сказать? Да, которые в резерве. В резерве. Волонтеры, которые находятся в резерве. А это означает, что, мне кажется, ситуация идет к лучшему. Спасибо вам огромное. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова